Вот я стою, да, вот у меня есть документ, вот у меня есть личность, в путевке есть моя подпись и моя фамилия, а вы хотите сейчас сказать, что мне этого недостаточно, я ваши автобусы арестую, на каком основании собирается арестовать автобусы, если КАПом просмотрен арест? Только в том случае, если на месте нет возможности создать демонстративный материал, вы сейчас занимаетесь очень беспределом, вы сейчас занимаетесь давлением на бизнес, хорошо, скажите, вы уверены на 100% в том, что вы все правильно сделали с утра перед выпуском, и то, что с этим автобусом ничего не случится? Уверен на 100%, автобусы все новые, этот автобус в конце 2016 года выпуска, он, посмотрите, по резине, он вообще весь новый, и каждый день проходит техосмотр. Хорошо, если что-то вдруг случится, не дай бог, то что будет потом? Вы же будете говорить, куда смотрели власти? Какие власти? У меня за 20 лет нет ни одного ДДП с пострадавшими. Это так, чтобы у вас там где-то случается, где одни чиновники друг покрывают одних предпринимателей, один становится перевозчик на весь город, и у вас все хорошо. То есть вы хотите сказать, вы работаете в рамках закона, и у вас все хорошо? У нас договор фрахтования есть, но заказная перевозка, договор фрахтования есть, представитель фрахтовщика ввод сидит. У нас заказная, вы понимаете, есть такие понятия? Я знаю все эти понятия. Центрическая заказная перевозка и регулярная перевозка. Регулярная перевозка. Не слушайте кого, кроме себя, в данном случае. Так вы аргументируйте с вопросами. А вы не даете даже ничего с мужчиной? Продолжение следует...